Давайте подключать к нашей беседе Дмитрия Забавина, депутат Мариупольского городского совета. Здравствуйте, Дмитрий, рады вас видеть. Здравствуйте. Слушайте, ну, понятно, тут, наверное, эмоциональную оценку можно дать вот этому поступку китайской певицы. Не будем вас в этом сдерживать. Если есть, пожалуйста, что сказать, скажите. Может, какие-то еще перформансы вы видели такого вот омерзительного уровня за последнее время от российской пропаганды? Здесь нужно дать как эмоциональную, так и юридическую оценку действиям. Незаконное пребывание через незаконно оккупированные территории. Соответственно, они прибыли на территорию временно оккупированного города Мариуполя незаконно. То есть из-за этого есть юридическая ответственность. Что касается моральной стороны, вы знаете, мы уже перестаем удивляться вот таким моментам, которые творят оккупанты. И каждый раз они находят, как пробить все новое дно. И действительно, как вы сказали, Мариуполь – это место ужасной трагедии как для всех мариупольцев, так и для всей Украины. И я крайний раз был возле драматического театра 14 марта 2022 года, за два дня до того, как его уничтожили. Российские оккупанты двумя фабами скинули бомбы. Я видел эти надписи «Дети», и я заходил внутрь, и я видел, сколько людей находились в драматическом театре. И прямо в поле были люди, там просто было не проступить, людей было очень много. И, соответственно, по оценкам, таким предварительным, точным, к сожалению, дать невозможно, более 600 мариупольцев были убиты двумя российскими фабами, которые были скинуты 16 марта. И когда россияне оккупировали Мариуполь, они, соответственно, начали заходить на территории, которые они ранее обстреляли, в том числе мариупольские драмтеатры. Когда они увидели, сколько людей они убили в драмтеатре, убили в других зданиях, они начали засекречивать информацию и не пускать туда гражданских лиц, ограждать эти территории и, соответственно, перестали вести учет по эксгумации убитыми ими людей. То есть для чего это? Для того, чтобы скрыть следы своих ужасных преступлений, ужасного геноцида, которые они совершили. И, соответственно, по драмтеатру мы знаем, что эта информация также была скрыта. И более того, вы знаете, драмтеатр — это как символ всей трагедии Мариуполя, но то же самое россияне творили по всему городу. Точно так же были убежища, точно так же были укрытия в многоквартирных домах, на которые также скидывали тысячи бомб оккупанты и просто убивали людей, потому что дома просто складывались, как карточные домики, то есть панели просто складывались, и люди оставались заживо погребенными под завалами. И, соответственно, вот такая вот демонстрация — это уже не первое мероприятие, которое, так называемое, проводят оккупанты возле драмтеатра. До этого они также там устраивали танцы на костях неоднократно под какие-то свои террористические праздники. И, соответственно, вот сейчас мы видим очередной такой перформанс, который устроили уже иностранные, так бы сказать, гости с тех стран, которые еще как-то поддерживают дипломатические отношения с террористической Россией. Наверное, дальше приедут гости с бубнами с Эритреи, может быть, приедут с Сирии, с Северной Кореи. Вот это весь уровень, который могут продемонстрировать своего невежества, своих преступлений россияне. Ну и я, кстати, напомню, что в прошлом году в августе, если я не ошибаюсь, они рок-концерт провели на руинах Азовстали, где тоже было погибло погибшими очень много человек. И, кстати, не только украинских защитников, но в том числе и россиян, если на то и пошло. То есть, ладно, если бы это осквернение памяти даже наших сил обороны, но они же как бы на трупах своих танцевали. Да, тут важно отметить, что вот на это видео с этой китайской Ивана Фанна, которую опубликовал, кстати, Денис Пушилин, очень гордился этим своим... Сказал, что очень трогательно, если его процитировать. Ему трогательно, да, ему трогательно. Так вот на это видео отреагировал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Никоненко, который назвал такое «выступление» примером полной моральной деградации. Он также отметил, что по имеющейся информации в Мариуполь приехала также группа китайских блогеров. Об этом мы уже говорили в нашем эфире. Так вот этот приезд в МИД до Украины называли незаконным, грубым нарушением законодательства Украины, которое регулирует пересечение государственной границы иностранца. И я думаю, что здесь в этом вопросе также должна быть жесткая реакция действительно МИДа. И, соответственно, я уверен, что известны все имена данных туристов. И проработать по международной линии с нашими международными партнерами по поводу того, чтобы запретить въезд вот этим гастролерам во многие страны, с которыми у нас хорошие дипломатические отношения. Для того, чтобы далее было неповадно. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, как проходит так называемый день единого голосования сейчас в Мариуполе, который оккупанты попытались там в том числе имплементировать. Напомню, что он 9, 10 и 11 сентября, если я не ошибаюсь, по российскому законодательству проходит. Понятное дело, что им нужно показать какую-то картинку. Как у них происходит вот эта вот инсинуация, которую называют выборами? Действительно, это можно назвать каким-то сборищем каких-то людей, которые ходят и собирают какие-то бумажки. Вы действительно назвали единый день голосования, но, знаете, с учетом того, что они устраивают это с 31 августа и по 7 сентября у них было так называемое предварительное голосование. Сейчас у них три дня единого дня голосования. Ну, то есть это говорит о том, что даже под этот фарс они не могут собрать достаточное количество людей, чтобы показать картинку для внутреннего потребителя. То есть ту информацию, которую нам присылали мариупольцы с фотографиями, мы видим, что на этих так называемых импровизированных избирательных участках, которые они устроили, возле магазинов, возле остановок общественного транспорта, возле стихийных рынков, там немноголюдно, и там голосуют на этих участках одна бабушка, один дедушка. То есть и то это те случайные люди, которые шли на рынок из рынка, и их поймали так называемые члены избирательных комиссий, с которыми рядом стоят пару человек с автоматами. Естественно, что когда уже поймали, сложно отказать в том, чтобы не проголосовать. В целом же у меня есть информация, что мариупольцы игнорируют так называемый избирательный процесс, который устроили оккупанты. Я напомню, что в Мариуполе проживает порядка 20% на данный час от тех жителей, которые жили до полномасштабного вторжения РФ, то есть это 100 тысяч человек, и порядка 80 тысяч россияне завезли гастарбайтеров. Вот на эти голоса, я думаю, они и будут опираться, для того, чтобы показать и картинку голосования. То есть они даже не смогли на данный час выполнить задачу, показать, как массово все идут голосовать на эти выборы. То есть если мы посмотрим на все, что они сейчас отсняли в парагандистских сюжетах, массовостью там даже ее просто нет. Дмитрий, можно завершающий вопрос, если можно коротко? Кто курирует сейчас выборы на временно оккупированных территориях? Турчак, Кириенко, кто ответственен? Смотрите, по нашей информации уже правоохранительными органами установлены те, кто отвечает за выборы в целом в ДНР, и я так понимаю, что этим людям уже готовят педозру от правоохранительных органов. То, что касается в Мариуполе, в Мариуполе этот процесс курирует Гауляйтер Маргун, который является главой администрации, и, соответственно, его уже в принципе до результатов так называемых псевдовыборов его уже переназначили. Ну, то есть этот весь фарс, он просто является фарсом, а список тех, кого нужно было назначить, у них уже готов. Ну, и напомним нашим зрителям, что вот этот фарс, который сейчас происходит с этими якобы выборами, это то неволеизъявление, которое не будет признано ни одной цивилизованной страной мира. Поэтому это клоунада, рассчитанная на внутренний российский телерынок. Спасибо огромное, Дмитрий, за участие в эфире. Дмитрий Забавин, депутат Мариупольского городского совета, был в эфире канала «Фридом». Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. «Фридом» в Телеграм, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Телеграм в описании.